Всем привет! Сегодняшний наш видео урок будет посвящен такому замечательному индикатору, как средний истинный диапазон или Average True Range, АТР. Этот технический индикатор показывает текущую волатильность на рынке. Индикатор впервые ввел Wells Wilder в книге «Новые концепции технических торговых систем». И с тех пор этот индикатор применяется как составляющая многих других индикаторов и торговых систем. Индикатор АТР довольно популярен и он включен в большинство программ для технического анализа рынков. Индикатор Average True Range часто достигает высоких значений в основаниях рынка после стремительного падения цен, вызванного паническими продажами. Низкие значения индикатора часто соответствуют продолжительным периодам горизонтального движения цен, которые наблюдаются на вершинах рынка и во время консолидации. Его можно интерпретировать по тем же правилам, что и другие индикаторы волатильности. Принцип прогнозирования с помощью Average True Range формулируется так. Чем выше значение индикатора, тем выше вероятность смены тренда. Чем ниже его значение, тем слабее направленность тренда. Перед вами на экране индикатор АТР. Он представляет из себя осциллятор, который колеблется в определенном диапазоне, зависящем от волатильности инструмента. И находится, как и все осцилляторы, в подвале. Из настроек осциллятора можно выбрать только период усреднения. Ну и также задать какие-то определенные уровни для индикатора. Давайте сразу разберемся с вами, как рассчитывается этот индикатор для наилучшего понимания его работы и того, что же нам этот индикатор показывает. Представьте, что у нас с вами есть какая-то определенная свеча с телом, с хвостами. Так вот, истинный диапазон определяется в виде наибольшей величины из следующих трех величин. Во-первых, это разница между текущим максимумом и текущим минимумом. То есть, вот это вот расстояние свечи. Затем, это может быть разница между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом. Что здесь имеется в виду? Имеется в виду, что может быть у нас был гэп. Даже немножко я не так нарисовал. То есть, у нас был вот такой вот гэп. То есть, цена закрытия предыдущего бара была ниже минимума текущего бара. И в таком случае, true range, истинный диапазон, считается по вот этой вот величине. Вот такой. Ну и, соответственно, то же самое, если у нас был гэп сверху. То есть, у нас свеча, цена закрытия предыдущей свечи находится выше максимума текущей. Тогда величина true range у нас будет равняться вот этой величине. Вот такой. Это что касается true range. То есть, берется максимальное значение из вот этих вот трех величин. То, что больше, то и будет браться в расчет. Дальше же, эта величина называется true range. Ну и, соответственно, как вы уже поняли, это либо максимум минус минимум, либо предыдущая цена закрытия минус минимум, либо предыдущая цена закрытия в случае гэпа вверх, минус, точнее, максимум минус предыдущая цена закрытия. Что же касается самого индикатора, average true range, то есть, средний, усредненный true range, он всего, на всего равняется вот такой вот конструкции. simple moving average, то есть, простая скользящая средняя, от вот этого значения true range, с определенным периодом усреднения. Как правило, период усреднения N в варианте по умолчанию равняется 14. И, соответственно, в метатрейдере 4 также по умолчанию стоит период усреднения 14. То есть, берется каждое значение true range для каждой свечи, а затем усредняется при помощи простой скользящей средней. И, соответственно, у нас получается как раз именно то, что вы и видите на экране своих мониторов, когда кидаете на график индикатор ATR. Ну что ж, давайте теперь разберемся, как все-таки этот индикатор можно использовать в торговле, в ваших торговых системах. Первый, самый обширный такой вариант использования индикатора ATR это использование ATR в качестве фильтра. Да, ATR можно использовать как фильтр тренда. В этом случае, для того, чтобы это сделать, нужно всего-навсего нанести на индикатор ATR какой-то, добавить уровень. И, соответственно, при превышении этого уровня мы будем считать, что у нас на рынке наличит тренд. Когда индикатор находится ниже этого уровня, ну, допустим, давайте мы введем уровень такой вот ради примера. То есть, сейчас я его сделаю пожирнее. Итак, когда показания индикатора находятся выше этого уровня, мы считаем, что на рынке у нас какие-то трендовые сильные движения. Когда индикатор находится ниже этого уровня, у нас тренда никакого нет, идет какой-то спокойный боковой рынок. И снова, как только у нас индикатор пробивает наш уровень, мы снова считаем, что у нас на рынке тренд. Ну и так далее. Ну, как вы понимаете, так как разметки какой-то определенной для индикатора АТР нету, и показания АТР зависят от текущей рыночной волатильности, то есть, этот индикатор не нормируем, соответственно, уровень этот приходится подбирать на глаз. Немного лучше подбора на глаз может вам показаться использование скользящей средней с каким-то большим периодом, как вот, например, здесь у меня, период 240. Соответственно, применить эту скользящую среднюю нужно к предыдущему показанию индикатора. Вот она у нас появилась на графике. И, соответственно, мы будем, опять же, считать, что пока показания индикатора АТР находятся ниже этой скользящей средней, рынок у нас спокойный. Когда индикатор начинает, пробивает свою скользящую среднюю снизу вверх, у нас начинаются какие-то серьезные движения. То есть, вот этот вот кусок мы можем считать спокойным. Как раз вот азиатская сессия. Далее индикатор пошел наверх и находился выше своей скользящей средней вплоть до опять закрытия примерно азиатской сессии. Затем снова индикатор АТР пробил скользящую среднюю уже во время в самый разгар, уже в завершении европейской сессии 15 часов 40 минут. Обратите внимание, действительно, вот этот вот участок достаточно спокойный. участок, где АТР превышала свою скользящую среднюю, действительно, довольно-таки такой импульсный и довольно волатильный. То же самое, если смотреть вглубь истории, картина примерно повторяется. Вот он, волатильный участок. здесь, когда АТР был ниже скользящей средней, более-менее спокойный участок. И, ну, естественно, все спокойные участки примерно находятся в районе азиатской сессии. А все волатильные участки, конечно же, будут находиться в районе европейской и американской сессии. вот здесь вот снова спокойный участок. Здесь снова участок волатильный. Конечно же, не всегда прям очень четко удается определить при помощи индикатора АТР отделить волатильные участки от спокойных. Но, как вы видите, более-менее вполне неплохо получается это делать. Таким образом, индикатор АТР в сочетании с достаточно длинной скользящей средней средней очень неплохо позволяет отделять волатильные участки от участков затишья и в соответствии с его показаниями выбирать подходящую торговую систему. То есть, допустим, когда индикатор АТР выше своей скользящей средней, целесообразно применять какие-то пробойные торговые системы, либо же какие-то трендовые варианты торговых систем, чтобы ловить большие движения резкие. А когда у нас индикатор АТР находится ниже своей скользящей средней, целесообразнее всего применять торговлю в канале. Обратите внимание, как все достаточно неплохо. такие торговые системы торгуются при нахождении индикатора АТР ниже 240 скользящей средней. 240 это я, конечно, взял на обум. Вы можете опять же на глаз подобрать более подходящий параметр, либо же применить в автоматической торговой системе такой вариант фильтрации волатильности, фильтрации тренда и флета на рынке. По своему опыту скажу, что в системах возврата к среднему, то есть в канальных торговых системах такой вариант работает очень даже неплохо. Еще один вариант использования фильтра по индикатору АТР это даже не вариант, а модификация предыдущего варианта это использование вместо скользящей средней того же самого конверта, который мы с вами уже разбирали на предыдущем занятии. При этом отклонение нужно сделать достаточно большим, в моем случае 10%. И таким образом мы добьемся большей однозначности сигнала по сравнению с сигналом подаваемым скользящей средней. тогда как во-первых по скользящей средней сигналы подаются с некоторой задержкой, то при использовании Envelopes эта задержка становится заметно меньше. То есть мы будем торговать канальной стратегией, когда индикатор ATR находится под синей линией, вот этой верхней. То есть вот здесь нам уже был подан сигнал, что нам пора использовать уже канальной стратегией и мы перестаем торговать канальной стратегией и переходим на трендовые либо импульсные, когда у нас индикатор ATR превысил красную линию конверта, то есть нижнюю. То есть вот с этого момента у нас уже вход идут трендовые либо импульсные торговые системы. При этом как вы видите скользящая средняя только отсюда начала подавать сигнал о том, что пора переходить на канальные торговые системы. также она достаточно запоздала, определила, что пора переходить на трендовые. То есть сигналы по единичной скользящей средней отстают от сигналов получаемых по конвертам скользящим средним. То есть это более продвинутый получается фильтр. Еще одним дополнением к этому фильтру может служить индикатор ADX. Здесь параметры взяты на самом деле на бум и надо немножко как-то переподбирать эти самые параметры. Как вы уже знаете из предыдущих статей, индикатор ADX показывает наличие тренда. Соответственно его достаточно удобно использовать вместе с фильтром по индикатору ADX. Пока индикатор ADX находится в канале скользящих средних все нормально движение боковое при этом индикатор ADX находится ниже конверта скользящих средних соответственно мы у нас нету ни тренда и нету тренда какого-то четко выраженного и рынок спокоен и очень замечательно можно использовать канальные торговые стратегии как только индикатор ADX пробивает конверт у нас начинается трендовое движение здесь вот например в данном примере индикатор ADX еще раньше даже показал что пора переходить на трендовую торговую систему соответственно как только индикатор ADX опускается обратно мы смотрим на то что где находится индикатор ADX находится ли он в канале если он находится в канале соответственно мы можем применять начинать применять уже обратно канальные торговые системы вот в данном случае например если бы вот здесь вот у нас мог бы быть вход по канальной торговой стратегии но индикатор ADX показывает что у нас формируется какое-то устоявшееся движение и мы этот вход пропускаем и не зря соответственно мы его пропустили таким образом эти два индикатора отлично друг друга дополняют в качестве фильтров индикатор ATR служит фильтром волатильности индикатор ADX служит фильтром тренда кроме того индикатор ATR довольно таки часто используют в качестве какой-то определенной меры когда что-то измеряется в пунктах или в пипсах измерять величины именно в показаниях индикатора ATR гораздо удобнее гораздо лучше чем измерять показания величин в пунктах к примеру наша торговая система говорит нам что стоит пропустить вход если наш сигнальная свеча больше 40 пунктов в высоту вот эта свеча как раз 46 пунктов в высоту и соответственно вход мы бы пропустили но в принципе визуально вот эта свеча 46 пунктов не кажется слишком прям огромной при этом вот здесь свеча на графике в 50 пунктов кажется действительно очень большой и действительно входить после такой свечи в сделки не совсем правильно достаточно опасно то есть к чему я это все веду к тому что волатильность рынка величина непостоянная и где-то свеча в 40 пунктов будет выглядеть как вот такая вот огромная свеча а где-то свеча в 40 пунктов будет выглядеть как вот такая например какая-нибудь свечка то есть в разные периоды времени один и тот же размер свечи будет либо очень большим либо очень маленьким индикатор АТР позволяет эти все размеры в пунктах адаптировать к текущему состоянию рынка то есть допустим в нашей торговой системе мы будем использовать вместо такого правила как пропуск сделки при сигнальной свече свыше 40 пунктов мы будем использовать правила пропуска сделки в свече выше если длина свечи выше допустим двух показаний АТР здесь у нас АТР был 17 пунктов 2 на 17 это 34 да действительно такая свеча больше 34 пунктов и она не проходная здесь у нас АТР 39 пунктов и свеча в 40 пунктов вот такая у нас будет уже проходной здесь она действительно не кажется какой-то большой и выделяющаяся среди ряда других свечей так как общая волатильность текущая рынка в этот момент была действительно достаточно большой то есть все параметры которые можно измерить в пунктах лучше всего измерять именно в единицах АТР которые в свою очередь адаптируются к рынку привязываются к текущей рыночной волатильности так гораздо правильнее и гораздо гибче при этом также часто встречается использование трейлинг стопа по показаниям индикатора АТР опять же берется один полтора там или два два с половиной три текущих показания АТР и на основании этих текущих показаний то есть здесь например показания АТР у нас 20 пунктов соответственно берется трейлинг стоп на стоп подтягивается на расстоянии 40 пунктов от цены то есть вот на таком расстоянии как только у нас волатильность падает здесь вот у нас допустим волатильность всего 9 пунктов соответственно стоп лосс у нас 18 пунктов подтягивается на 18 пунктов и как вы видите когда цена разворачивается против нас у нас когда у нас резкие быстрые движения наш стоп лосс подтягивается держится достаточно далеко от цены как только у нас движения замирают заканчивается волатильность у нас стоп лосс подтягивается ближе к цене и тогда в случае разворота цены неожиданного у нас стоп лосс уже подтянут достаточно близко то есть мы подстрахованы и теряем совсем немного прибыли от текущей позиции то есть выходим с минимальными потерями грубо говоря если посмотреть на действия трейлинг стопа по индикатору от р они похожи вот примерно вот на такие линии то есть когда волатильность падает наш стоп подвигается все ближе и ближе к цене и соответственно в момент разворота наш трейлинг стоп срабатывает принося максимально возможное количество прибыли ну и последний вариант использования индикатора от это использование его показаний в качестве первоначального стопа ну в принципе это практически аналогично использование индикатора в качестве трейлинг стопа ну в этом случае просто вместо того чтобы задавать стоп лосс первоначальный в пунктах допустим по вашей системе стоп лосс должен быть 30 пунктов здесь вот в этом допустим районе вы у вас появился сигнал вы входите в сделку и отступаете 30 пунктов от текущей цены ставите стоп лосс при этом вы можете задать стоп лосс как определенный коэффициент к АТР то есть аналогично трейлинг стопу допустим 3 ваш стоп лосс будет составлять 3 размера АТР текущих в данном случае АТР у нас был 18 пунктов и соответственно у нас 54 пункта составляет стоп лосс 3 АТР наверное я много взял возможно хватило бы и 2 на самом деле этот показатель сколько размеров показаний индикатора АТР брать для стоп лосса напрямую зависит от того насколько долго вы держите ваши сделки если вы держите сделки в течение допустим 10 12 15 свечей достаточно 2 показания индикатора АТР если вы сделки держите больше по времени то соответственно вам нужно дать больше пространства для маневра цене и соответственно брать стопы немного шире например 3 или даже 4 показания индикатора АТР при этом такие стопы опять же намного лучше чем стопы по фиксированному количеству пунктов потому что они адаптируются к текущей рыночной волатильности единственный момент тогда как для трейлинг стопа мы брали АТР с периодом 14 для расчета стоп-лосса лучше всего брать какой-то более длинный АТР например АТР 100 он более плавно адаптируется к рынку и соответственно ваши стоп-лоссы не будут сильно отличаться друг от друга то есть не будет такого что допустим вот на одной сделке у вас стоп 50 пунктов а на другой сделке уже 80 или 90 а на третьей всего 20 пунктов применение достаточно длинных периодов для АТР более сильно сглаживает этот индикатор и соответственно позволяет более плавно изменять размеры стопа но тем не менее не терять при этом возможность адаптации размеров ваших стоп-лоссов ваших позиций к текущей рыночной волатильности то есть стопы будут адаптироваться размеры стоп-лоссов будут все-таки адаптироваться к текущей волатильности но не так быстро как нужно в случае с трейлинг стопом ну и в заключение я хочу сказать что без применения индикатора АТР довольно сложно представить себе сколь-нибудь серьезный советник или эксперт дело в том что этот индикатор крайне часто применяется при построении автоматических торговых систем особенно когда нужно построить фильтры волатильности или лучше адаптировать различные величины под рынок также как я уже говорил индикатор АТР незаменим там где есть любые измерения в пунктах вместо того чтобы жестко задавать например высоту свечи какого-нибудь свечного паттерна гораздо удобнее указать эти значения в виде показания АТР умноженного на определенный коэффициент и таким образом более гибко подстроить вашу модель торговую под текущую рыночную волатильность несмотря на повсеместное применение индикатора АТР в алго трейдинге ручные трейдеры часто недооценивают возможности и полезности этого индикатора надеюсь эта статья убедит многих трейдеров немного повнимательнее взглянуть на столь полезный индикатор как АТР ну и пожалуй на этом все видео было записано специально для сайта tradelikepro.ru всем пока и